приветствую всех космических скитальцев с вами енова и это демонстрация моего корабля это видео сделано чтобы продемонстрировать мой подход к созданию подобных вещей я надеюсь когда-нибудь разделить строительство с кем-нибудь с кем-нибудь из других игроков и вместе путешествовать по вселенной и так за основу при строительстве этого корабля я взял один из кораблей из интернета по моему он из вселенной чужого я нашел вот эту красоту и это мне очень понравилось я сразу захотел сделать такой корабль чтобы он был прямо гигантским чтобы он был эпичным но если попытаться здесь разделять все на комнаты и отсеки тут в целом можно однако я увидел следующее вот такой вариант здесь уже видны этажи комнаты внутреннее обустройство и я принял решение что построю этот корабль только мне показался слишком длинным я решил его немножко сделать уже получилось вот это вот такой вариант плюс нашлепка из двигателя так как мне показалось что она довольно крутая и ей бы там было как раз место совместил получилось вот примерно вот такое это основа что получилось дальше в изначально изначально в начале игры у меня был вот такой корабль поломанный простенький небольшой я начал измерять сколько этих кораблей как знаете в попугаях а тут в кораблях сколько таких кораблей я хочу чтобы уместилась в моем окончательном корабле получилось вот такое сколько в кораблях высота примерно сделал размер подогнал и вычислил сколько мне нужно сделать длины шеи высоты сделал типа ангара большого в космосе внутри которого как раз и будет строительство всего разметка и окончательное построение корабля смотрим дальше вот примерно как это происходило разметка поет появилась я придумал линии дал им примерно одинаковую высоту чтобы начать ну чтобы уже понимать какая будет высота какие сколько этажей поместится покрасил чтобы было интереснее чтобы отличить одну комнату от другую и понеслась мехбэй а как я решил где что будет в интернете я нашел здоровенный ну искал список чего что может находиться вообще в космических кораблях и составил для себя конкретно список чтобы я хотел из этих из этого большого списка сделал поменьше что я хочу чтобы было в моем корабле мехбэй мехбэй мед отсек навигационная потому что здесь антенна сад здесь я сразу понял что будет стекло сверху так как мне хотелось чтобы было стекло тех помещения 2 телепорт да ну должен был быть где-то я постоянно возле него буду тусить потому что вот два технических помещения жилые помещения каюта капитана чтобы было знаете как во всех в целом фильмах есть каю каюта капитана куда приходят подчиненные или еще кто-нибудь оговаривать дела и так далее трюм да надо много места где ты хочешь хранить свой стаф и здесь сразу я придумал что здесь будет будет большая а большая дверь конференц зал рубка капитана каптан д как то так ну в общем место где капитан сидит в кресле и управляет кораблем мостик инженерная а да engine ну то есть где двигатель инженерная где инженеры обслуживающий персонал столовая тоже со стеклом сверху музей и топливный отсек соответственно должен быть где-то топливо хранится все остальное были пустые помещения которые я заделал под свои нужды сначала общий вид это у нас корабля мы продвигаемся по среднему уровню дальше к центру и наконец сюда а теперь давайте подробнее итак я вернулся в кабину капитана здесь котик здесь столик два кресла чтобы капитан мог общаться с его персоналом здесь обзорное стекло спрятана бутылка играет музыка есть книги на этом в этом помещении происходит путешествие и управление кораблем выше это связанное это все одно помещение но здесь больше столов больше компьютеров для выполнения более мелких обязанностей связанных с управлением кораблем а также здесь мольберт чтобы рисовать этажом выше находится конференц-зал здесь много стульев большой стол здесь люди сидят общаются обсуждают то есть это красивое помещение в котором можно и пригласить кого-то и самим собраться пообщаться что-то обсудить такое назначение у этой комнаты выше находится теплица много стекла стеклянный купол немного земли в целом много не нужно и этот основной источник еды здесь сердце корабля телепортер этим все сказано это важная вещь поэтому я оставил ее пустым и сделал настолько пафосным насколько смог здесь кстати табличка с названием корабля uscss прометей так верхний этаж средней секции здесь навигационная она связана с антеннами что вы видите выше здесь по сути сервер и все что связано со связью этаж ниже этот этаж этаж еще подо мною это спальный район спальные комнаты тут небольшие секции которые имеют все необходимое спальное место сундук и немножко декорации в том числе иллюминатор местами минимально необходимые удобства я постарался их разнообразить чтобы придать им индивидуальности санк санк и санк санк далее мы переходим в столовую это помещение имеет столы стулья и кухню здесь есть кофеварка часы музыка своя ниже здесь уже район в котором я обрабатываю руду и все прочее здесь медотек здесь связано все с производством медицинских аппаратов и лечением обработка камней здесь большой зал длинный в котором находится произведение искусства я сделал его для красоты чтобы можно было любоваться дальше здесь темные помещения которые скорее имеют техническое назначение поэтому они просты темны в каждом корабле есть такие помещения в которые ты почти никогда не залазишь которые снабжены только всякими приборами здесь маленькая читальная читальный зал все миниатюрно но лампово во всех смыслах далее большое важное помещение и кстати обратите внимание разные помещения покрашены в разный цвет здесь у меня топливный отсек находится топливные паки внизу есть шлюз чтобы принимать топливо далее туалеты еще одно техническое помещение далее мех отсек я бы назвал так же здесь есть небольшое холодильник здесь все достаточно в своем стиле маленькая музыка маленькое помещение для обслуживания мехов идем далее это самая интересная часть корабля на мой взгляд она достаточно новая я недавно ее сделал это приемник предметов можно так его назвать все что нужно это положить сюда предмет и он распределиться в склады сам по себе без постороннего вмешательства просто накидываешь туда и оно все расходится туда а потом доставать можно здесь через сетевой терминал если нужно зайти внутрь то здесь скрытая стена автоматически включается свет и ты путешествуешь непосредственно среди предметов если что-то нужно здесь также имеется кнопка открытия задней двери здесь также чисто для красоты я сделал такую собирательную комнатку со своим освещением со своим дизайном здесь у меня пульт который дает больше мощности мощность идет от ядерного реактора если я нажму мощность сразу прибавится для того чтобы обрабатывать если будет большая нагрузка обрабатывать все держу выключенным потому что ядерные отходы появляются здесь здесь продавать предметы здесь продавать предметы здесь перерабатывать руду в деньги здесь кстати под наблюдением камер некоторые места и также устройства для обработки всякого и получения всякого обратите внимание на красные провода будто бы подходят к ним питание лифт работает и наконец большая область в виде большого двигателя или турбины в котором находится все ну или почти все связанное с энергией с перемещением на этом этаже комнаты для наблюдения за всем кораблем типа видеокамеры выключатель отключает свет на этажах эта комната инженера инженера так можно сказать человека который смотрит чтобы все работало здесь все по минимуму он как бы как отшельник немножко сам по себе на самообеспечении тут живет чтоб не надо было в кухню ходить на этом этаже в этом помещении хранятся тела в морозилке если надо будет получить безумие или просто разделать их ради мяса или чего-нибудь еще ну такая разделочное помещение здесь комната для просто создания некоторых предметов комната раздевалка это помещение открывается только нажатием кнопки само оно не откроется на случай утечки или чего-то еще здесь находится движок большой двигатель ядерный ядерный реактор ну и топливо топливо пульт управления здесь модули комната тоже с устройствами для создания чего-нибудь комнаты для написания каких-то текстов и темных дел грубо говоря все это был мой корабль спасибо за просмотр всем хорошего вечера спасибо за субтитры спасибо за просмотр